всем доброе утро раннее сегодня забыла вчера у сестры очки все все глаза мокрые я как выхожу на солнце у меня сразу слезятся глаза ну это папинги и этой штучки у меня нет против от солнца верней оторвалась может быть и можно не занимается этим так что у меня сегодня одна встреча в девять утра под вопросом время сейчас начало 9 придет она не придет и я сегодня весь день в офисе дела будут делать свечечки пошло планы на день такие у нас не жарко прям я шла сейчас так достаточно это свежим прям свежим как я не люблю когда у меня кто-то ездит в машине аж выворачивает я понимаю что это неизбежно так вытерли глазки машина не на души с парфюмом я вообще пользуюсь с парфюмом это нижний новгород совместное производство нижний город со швейцарией промывали со швецией очень хорошие духи очень большой выбор у них всех аналогичных запах бренда мне очень нравится не очень много дома такие духовно вот эти я купила б-23 это значит б-23 это знаете она вот чего я телефон-то взяла из дома не интересно скажу она вот чего я попшикалась Алина говорит нет мама я не хочу чтобы от тебя так пахло б-23 с парфюм б-23 сейчас я скажу это бланч бланч барейда да бланч барейда ну хотя мне очень нравится парейда Алинка сказала что нет мама это не твоё и запах это не твой в общем душу теперь машину этим запахом собачек я покормила здравствуй мусор вот я сейчас буду выходить выкину мне без очков невозможно конечно так что день начинается всем хорошего дня хорошей пятницы поехали работать вот такие палочки я жгу очень люблю жечь палочки свечечки делаю практики вот эту свечку с рунами я покупала в Волгограде есть магазин шестое чувство мы там все время берем вот таких палочек для бизнеса для работы для офиса вот это какие-то новые пахнут очень вкусно нас много потом скоро мы будем к концу года вот это вот фортуну сжигать вот еще одна у меня феху есть это девочка делает бутылочки с заговорами а это мы покупали вот так там тоже в шестом чувстве тушить здесь я жгу зеленые свечки всякие у меня сейчас я покажу смотрите финансовый поток программная свеча из восьми то же самое а это с мятой тоже не очень вкусно пахнет надо уже ехать в сенечке к нашей у нас там есть консультант мы ее уберем не могу вот так у меня вообще вот здесь стоит осенью зимой когда кондиционер не работает а сейчас поставишь сюда и палочку и свечечку и она будет тушиться всем прибыль и удачи господи я такая голодная если знали сходила в радиш ну что не устояла горячая ладжиевский клетку кури кури пиканто это я в кулинарию зашла закусочка из баклажан баклажан котлетку по киевски водоросли мои любимые вот радиш у нас печется яйцо и два пирожных картошечка естественно глаза хотят все но чуть по чуть там там очень хочу вот это давно не ел это может быть на вечер себе оставлю у меня здесь до семи часов сидеть вот эту закусочку сейчас ем за баклажан и вот это буду кушать кто кушает всем приятного аппетита сестра меня подменила приехала мне надо доехать до доставки интернет-магазина пришел мой этот очиститель который я в май шуб заказывала надо забрать потом мне надо заехать в перекресток в золотую биржу в общем мотание никак не получается вот так весь день провести в офисе все равно что нибудь да есть у нас такое красивое небо сейчас покажем вроде бы и солнце и смотрите как висят облака прям тучки 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 ну все поехали а еще сегодня медовый спас нужно купить мед этого года обязательно новый и можно сделать наговорчики шепоточки на мед чтобы была прибыль весь год и сегодня загадывается желание которое обязательно исполнится главное хотеть его исполнение как я говорю прям из кишок вот так сейчас когда буду в перекрестке куплю баночку меда я думаю что не станут обманывать что сбор этого года и буду сегодня шептать на ютубе на ютубе есть канал университет успеха называется вот там женщина выкладывает тоже всякие заговорчики зайдите посмотреть поехали дальше ну что черный список интернет-магазинов пополняется мы начали с флориды интернет-магазин одежды продолжаем myshop.ru никогда ничего не заказывать дата моего прибытия заказа в пункт выдачи был назначен на 13 число на четверг вчера я не смогла поехать вернее я забыла поехать я приехала сегодня на что мне милым голосом говорят а вашего заказа нет я связалась с горячей линией а мне сказали что вы знаете мы поменяли дату отгрузки вашего заказа хорошо почему мне не сообщили об этом ну как не сообщили у вас на электронной почте которую вы указали есть письмо от нашей компании мы вас уведомили у меня нету этого письма она говорит хорошо если там нету значит оно может быть на нашем сайте в вашем личном кабинете ну вы же понимаете что это вообще абсолютно разные вещи я захожу в свой личный кабинет на мобильной версии значит не отображается информация только на полной версии сайта вы можете увидеть эти уведомления и вообще по закону даже по закону электронные уведомления уведомления по телефону юридической силы не имеют только в письменном виде и только на бумаге не ну это вот как вот я сейчас промотнулась в другую часть города не то что мне сложно а то что вот я считаю это беспределом да заказ на тысячу сто рублей да и что во флориде у меня заказ на двенадцать тысяч рублей как бы есть тоже разница ну я вообще не люблю такое у меня все должно быть четко все как-то не знаю в смс форме они могли оповестить правда откуда я знаю какие у вас уведомления на полной версии сайта не на полной я не увидела этого уведомления вы до меня вы до меня его не донесли вы меня не уведомили просто что здесь сказать настроение испорчено да я реагирую на такие моменты уже можно к ним привыкнуть конечно но призываю всех моих будущих подписчиков нынешних и прям могу в утвердительной форме вам сказать myshop.ru по ресурсам и услугами этого сайта этой организации не пользоваться черный список пополнился лично мой если я еще буду вспоминать каких-то там таких мелких неприятностей ну смысл вспоминать их да уже вот говорю в реальном времени то что есть на самом деле когда говорю ориентировочно поступит заказ в пункт выдачи ориентировочно 15 может быть когда-нибудь вот так в общем мои дорогие и развал не могу найти я в зорных ну все как обычно да акция есть зерен зерен нет вот на зерно ну вот действует надо же не обманули так ну что это я хотела взять еще хотела взять я освежитель воздуха акции спрей аэрвик какой-то нового вида девушка где у вас освежитель воздуха не знаю не знаю наверное туда идите туда идите на нахер туда уже может что найдете у нас есть магазин фунт мяса мой любимый девчонок моих самый любимый магазин я все отработала уже пол седьмого ушла пораньше не хочу чуть-чуть надоел за днем посмотрим говядину на плов сегодня будем готовить говядину ой плов посмотрите какой хороший магазин как в сабдепе раньше какие были магазины ну что здесь из сыра здрасте где брата нету а есть одна давайте одна брата да нет пока нет 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 так я спаду говядину посмотрю ну вот она есть мякоть вареное а там все готовое все разобрали ну и выпечка что только нету баклажаны мы эти брали очень вкусные все так ну что мы сегодня с вами будем готовить плов я сейчас начну потихонечку все к нему подготавливать ну так вам понравился магазин фонд мяса шикарно я знаю что в мой казан для плова входит метро кило 200 кило 300 мне нужно мясо для нормального количества для именно для моего казана я знаю уже сколько нужно мяса вот этот кусок который первые мы взяли он ровно килограмм мало жарится еще взяла на 300 грамм вот таких стейков медальончиков это фонд мяса алиночкин бурата . бачковые клубы я оставила в офисе что пицца это по киевски водоросли я съела водоросли пирожные так ну и что я купила еще это вот по акции лекарственные зерна будем пробовать не пробовала сейчас это у меня заканчивается как раз там на один помол это будем заговаривать мед мед освещенный сегодня приходил батюшка в этот отдел волгомол и осветил весь мед который находится у них в отделе отдельный такой магазинчик ну не магазинчик это как отдел в торговом центре прям именно мед вот там один сотый мед в общем все медовое и вот консультант рассказал что приходил сегодня батюшка все осветил всю их продукцию медовую так ну все я начинаю подготовку к плову и расскажу и покажу как именно я его готовлю и какой он у меня всегда рассыпчатый получается плов мы едим часто поэтому рука набита однозначно на него и я даже для плова в отдельную вот такой вот какие мы покупали присыпаю уже в отдельную такую емкость для специи потому что часто готовим плов что есть смысл вот эти открывать рвать упаковки одноразовые которые на плов продают приправы господи забыла слово так ну все я пошла готовить мясо к плову мясо я всегда беру именно вырезку я сейчас покажу как я его режу на плов не тонко не толсто все равно говядина она ужаривается вот в этом куске килограмм здесь порезать одна минута вот такими приблизительно вот наш казан вот столько масла я наливаю ну где-то миллилитров что-то здесь есть наверное может быть и нету кстати я на глаз делаю я уже знаю как оно по дну распределяется вот килограмм конечно для этого казана очень мало поэтому 300 грамм стоит все равно я все равно я закупила сейчас после того как я нарежу вот такими кусочками мяса мы ставим его обжариваться на средний огонь ни на маленький ни на большой я прям на средний ставлю чтобы побыстрее мясо дало сок и немножечко поджарилось когда можно выкипить свой собственный сок он выкупает выкипает очень быстро совсем недолго затем я заливаю водой и медаленчики да 30 я заливаю водой один раз выкипает второй раз выкипает добавляю специи рис ой лук морковь еще минут десять у меня и затем рис все вот столько мяса половина казана мяса сейчас когда ужарится будет вообще у нас везде арбуз понимаете все ставим ни крышкой ничем не накрываем это большой огонь так же плотница это огонь большой ну вот такой средний огонь сейчас начнет выделяться сок так что я хотела выкинуть сладки я тем временем подавлю чайник у меня должен быть полный чайник и петра все как только он примет ту консистенцию когда нужно заливать водой я покажу вот он начинает жариться вот мясо дало сок сейчас он выкипит и будем поджаривать немножечко поджарим мяско и будем уже заливать водичкой вот сколько сока наше мясо дало ох и сок удалось мяско много видите за 10 минут ждем покипания до такого красивого состояния обжариваем хватило и теперь можно заливать водой первый раз также как выкипит вода первый раз заливаем водой второй раз и опять же ждем выкипания так когда остается вот такое количество после третьего раза добавки воды мы значит начинаем с вами добавляем морковку добавляем тру кто-то режет я тру потом мы добавляем с вами лучок кубиками порезанный лучок солим перчим и я добавляю приправу для плова я добавляю ее прям прилично не жалею не жалею сейчас мы все это с вами перемешаем плита вымается конечно естественно увеличим немного огонек увеличиваем огонек я еще раз сейчас перемешаю а потом я сейчас еще раз перемешаю а потом нормально не ночью нет я сейчас еще раз перемешаю дубль номер 28 закипит 2 минутки покипит я помешаю в серединку положу вот так я просто от сухой кожицы почистила но их не чистил я вот так в середину положу а потом уже а потом уже рис у нас и все потом я выкладываю большой такой лоток у меня есть специально для плова специально для плова я его там перемешиваю и все готово не было лука еще ждала племянника во втором этаже живет племянник я буду через полчаса полчаса прошло как я могла продинамить что нету лука не знаю просто не знаю поэтому долго вот он через полчаса звоню георгий ты объявился нет еще минут через двадцать год ну там папа дома сходить вот мы взяли три луковицы я продолжила готовить на пятьсот процентов была уверена что у меня есть лук ну все в общем сейчас мы это все доделаем и я вам покажу как я засыпаю рис и потом как я его проверяю на готовность утопили наш чесночок и теперь мы просто засыпаем рис чуток вот так тонким слоем я делаю чтобы покрыл поверхность чтобы покрыл поверхность заливаю водой на два пальчика у меня уже глаз наметан у меня ровно для казана я знаю пропорции и морковки и лука и всего остального сейчас пересыплю рис у меня вот такой но здесь смешанный рис пропаренный долматов фирма ой вообще разные рис я разный рис беру я не покупаю там же одно и то же фирмы я какой вижу такой белый пропаренный круглый длиннозерный ну вот теперь мы все закрываем крышкой накрываем крышкой и на самый медленный огонь я поменяю комфорте чтобы огонек был еще медленнее все сейчас как рис питает воду тут же нужно выключать тут же нужно выключать до включения вот так я проверяю осталась ли там вода вот так делаю вороночку и проверяю есть ли там вода нет там прям воды на одну секунду это та консистенция которая нам нужна плов готов вот такой чудесный рассыпчатый плов получается с моего казанка из кило 300 килограммов селятины алисинга к рисунке видите сейчас он еще подостынет и вообще станет еще суше запах это что то запах это что то так но я пошла загружать видео пробуем вместо мммм ммм ммм